Здравствуйте, друзья, птицеводы и не только! Вы смотрите вторую часть видео об утке Муларди. В первой части мы показывали вам подробно забой, ощупь в перосъемной машине, проблемы, связанные с ощупом, ошпарка и обжиг. В этом видео вы увидите небольшие тонкости при потрошении, само потрошение непосредственно, сколько весят потроха, сколько весят тушки. Приятного просмотра! Смотрите, как вырывается вместе с вот этой вот капсулой самой. Видите, я не знаю, покажет это камера или нет. Вот это капсула изнутри. Вот я вытягиваю перо, а за ней, видите, как будто кровь идет уже. Вот эта капсулка перьевая. И вот вся она вот в этих капсулах. Но я, конечно, это все дело смою. Это подожди, ты еще на шее не дергал. На шее они обламываются и трубки остаются. Сашенька, я тебе расскажу, почему они обламываются. Потому что ты выдергиваешь вот так. Вот так ты ломаешь ее. А надо выдергивать по ходу, по росту. Ну вот дергать, если такая опытная, все знаешь. Что мы делаем с вами первым делом? Протираем стол. Ну я уже свой сто раз протерла, потому что это не первая птица. Но повторение мать учения. Так, тряпку далеко не убираем. Может понадобится. Всем здравствуйте. Посмотрим сегодня на то, как я буду потрошить утку. Утка у нас не частая птица. Мы это делаем чуть ли не первые разы. Но будем учиться вместе с вами. Ваш опыт бесценен. Не забывайте писать нам комментарии, ставить лайки. И начали. Берем утку. Крякает еще. Смотри, сколько. Слышите? Вот так. Крякает. Кладем утку на стол. И смотрим. Она, кстати, прилично уже охладилась. Вот эта утка. Отлично. Так, смотрим на ее состояние. У утки жирная кожа. И утка наша имеет, как всегда, небольшие тычочки. Хоть ее и чистит наша пиросъемка достаточно хорошо. Все равно над ней надо еще поработать. Ладненько. Поработаем. Раз надо. Я пользуюсь каким инструментом? Вот это ножом. Конечно же, каждый использует нож, который ему удобно. Но, на мой взгляд, другие ножи, конечно, я совершенно не понимаю, как люди могут им их использовать. Только нормальный острый нож. Никакой другой. Бывает, даже, наверное, специальные ножи для этого дела. Но я их, к сожалению, не имею. Так. Что мы делаем с вами? А, ну да. Оба ножа здесь. Вот они. Плоскогубцы. Изогнутые. Это из серии, по-моему, утконосы называются. Утконосы изогнутые. Плоский носик без ребер. В строительных магазинах. Недорого. Одни, одни. Хорошо. Чистую тряпочку берем. И прихватываем трахею и зуб тряпочкой. Постараемся, вытягивая ее, вот такими движениями освободить от шеи и потом, зацепляя, освободить от кожи шеи с другой стороны. Не надо это делать очень уж интенсивно. В общем, все равно вытянем, куда же мы денемся. Но пальцем, самым длинным, который у вас есть, попробуйте нащупать отверстие, куда трахея и пищевод должны будут уходить. Чтобы это отверстие немножечко поднадорвать там связки. Все. Я больше даже делать ничего не буду. Вот так получается. Я их вытащила до середины. Только сейчас немножко вот здесь они все еще держатся. Ничего страшного. К вам передом, ко мне задом берем нож остренький и помним, втыкаем в попу, забыли это слово, втыкаем под клоаку, сантиметр ниже, нож вот так, не вот так, вот так. Хоп, делаем отверстие. Сделали и пошли по кругу надрезать. Потом берем аккуратненько и аккуратненько, аккуратненько. Жировая с прослойкой здесь будет. Смотрим, чтобы мы и глубоко, и мелко не порезали. Лучше мелко, чем глубоко, потом надрежем. Вот таким образом мы все это дело разрезали. И ни одна клоака не пострадала. Продолжаем дальше. Махнем, не глядя. Тряпку исподанила, которую натаскивала зуб. Вот с вами болтая. Ой, зуба нет. Тряпку исподанила, которую вытаскивали пищевод, придерживали. Ладно, переживем. Тряпок таких полно. Отрывая жир со сторон сначала. Еще раз напоминаю, вокруг клади я не сделала плоскую надрез. Только с одной стороны и до середины. До келя. Я свою руку в утку. Влезет даже мужская рука. Тут никто не может мне предъявить, что у меня ручка маленькая. Поэтому именно я так могу делать и больше никто. Все справятся. Утка, извините меня, это... В нее я половину могу лезть до середины и жить там неделю. Так что не жалуйтесь, что у вас руки большие. Так, максимально глубоко забираемся. И рвем связки между пищеводом, который отходит от желудка, и позвоночником. То, что вверх идет, все связки стараемся надорвать. И сейчас я вам покажу, каким образом я это делаю, как я все пытаюсь вытащить. Как всегда, как назло, может не получиться. Так что не сердитесь. Вот так взяли и тянем. Настойчиво, но не слишком резко. Пищевод. Заметьте, трахея осталась сверху. Я ее не трогаю пока. Пищевод мы вытянули со всеми вытекающими отсюда кишками. И вот теперь я убираю окончательно клауку с остатками жизнедеятельности птицы. Почему я сразу не вырезаю клауку? Потому что мне кажется, что она при этом... Какие-то мышцы там расслабляются. И начинается иногда частенько, чаще выделение из нее остатков жизнедеятельности утки. Вот. Поэтому я вырезаю только с одной. Что это было за купание красного коня, а? Курочка упала. Ты что, бросаешься курицей? Курочка упала в воду. Какая жалость. Ну ты ее от двери в следующий раз кидай. Что ты лишний раз здесь топаешь-то? Ты только открой крышку. Да. Да ты кидай в закрытую. Рикошетом вон куда-нибудь отлетит. Легкие. Таким образом мы вытаскиваем легкие. Помните? Гребеночку со стороны по ребрам и к позвонку. Одно. Гребеночку. Но я этой же рукой делаю. Только вот так пальцы выгибаю. Гребеночку из руки по ребрам к позвонку. Второе. Все. Вопрос снят. Помните, да? У нас осталась трахерия. Там остается два кончика таких, которые переходят в одну и вместе сливаются в трахеи. Вот так это выглядит. Вы видите? Вот такая вилочка. Вот все. Мы ее с вами вытащили. Кстати, ее можно сразу в потрохалку делать. Коты такое не едят. Это очень жесткая трахея. Так. Все. В принципе, все. Утка готова. По поводу жира. По кругу желудка вот жир. А с этой стороны я куда делаю? А вот никуда не делаю. Вот он похож. Совсем мало. Все. И больше-то жира-то и нет в этой утке как таково. То есть в этой утке жирная кожа. Вот так вы видите. Так. Ну извините за кровавое шоу. Фрик-шоу. Но вы сами понимаете, что потрошение оно всегда такое, да? Будем считать, что это больше учебная посоль, чрезвлекательное мероприятие. Поэтому уж не пеняйте на меня сильно. С меня и гринписовцев хватит. Они, наверное, уже давно мое чучело сделали. И палки в него втыкают. Товарищи гринписовцы. Постараюсь заметить, что я тоже прямоходячее животное. Меня тоже надо защищать, а не ругать. Так что нечего. Когда волк-зайцы съедает лису, никто же ему не пытается в спину пихнуть какую-нибудь дрянь. Печень и желчный пузырь. Перехватываем выше желчного пузыря, обхватывая второй рукой, чуть-чуть проворачиваем, отрываем печень. Вот она. Я отдельно утиные потроха складываю от бройлерных, поэтому у меня пакетик пока. Уток-то немного бьем сейчас. А так можно сразу их разделять на емкости. Это будет потом удобно мыть. Но если вы сотенку-другую бацаете, как многие в день, я-то больше пятидесяти вряд ли смогу птиц. Даже с перосъемкой и с помощью Сашки нет. Так, желудок, ой, пищевод и прижелудок. Жирок отдельно, значит, кишки на выброс. И с желудок, это отдельная песня. В желудке там все, что угодно, включая камни. Так как у нас утка была на выгуле и ела тоже, помимо комбикорма, она еще питалась зерносмесью. Желудок мощный. Может быть, у всегда такого утка, я не знаю. Все содержимое я выкидываю. Видите, оно коричневое и зеленое, и какое угодно, и с камнями. Слышите, да, звук? Это камни. Вот. Короче, оболочка желудка чистится очень сложно. Хочу от вас комментарий. Пожалуйста, вы люди опытные, подскажите мне, как можно эту оболочку желудка вычистить легко. Когда я ее начинаю чистить, я думаю, мне вообще оно надо. Может, этот желудок выкинуть проще, чем его вычистить. Но я все равно пытаюсь это сделать мужественно, поэтому... Ладно. Будем чистить, что делать. Вот так. Во. Да? Вот таким вот образом. Вот смотрите, стоило вам пожаловаться уже в который раз, и все сразу идет быстрее. Но когда включаешь камеру, все вечно падает, ломается и так далее. Ну, парадокс. Как, знаете, говорят, нечем на меня смотреть, вы не под руку смотрите. Отвернитесь, я желудок зачищу. Так. Вы все отвернулись, судя по всему, потому что я практически дочистила. А вот здесь мягкие вот эти краешки ножичком можно вот так очень удобно. Смотрите-ка. Ум. 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 Уточек моих пожалей. Уточек моих пожалей. Уточек моих пожалей. Посмотрите, вот такие потроха с 12 уток. Вот такие желудочки вот я начистила. Большие, весоменькие. Очень классные. Мне понравились. Такие они прям плотные. Это печень. Посмотрите, цвет. Вот этот объем тоже с 12 уток. Хотите, взвесим и разделим. Узнаем, сколько у одной утки в среднем потроха съедобные. Вот такие сердечки. Смотрите, какие большие. Но я отрезаю, видите, эту сумку. Основание перикарда и перикард я снимаю с сердечка. Поэтому у меня они, наверное, меньше получаются, чем у других хозяйшек. И вот это жир с 12 уток, заметьте, я вырвала. Я действительно считаю, что это совсем немного жира, в общем. Так, ну это кошачья потроха-потроха. Ну что, будем взвешивать? Тара. 12 желудков. 945 грамм. Печень. 960. 360 сердца. Отлично. Особенно те, кто внутрь убирает, ну, как бы внутрь птицы убирают потроха. Сердце, желудок и печень. Вот, соответственно, могут прибавить к моим весам уток еще и единичку вот эту вот. У свинки во рту дорогая покупка, дымит капитанская трубка. А дым из-под шляпки все выше и круче. Все собрались над Лондоном тучи. Дождичек полей, летели-телей, Уточек моих пожалей. Едва эта свинка добралась до дома Как все задрожало от грома Не знаю, как вам, а для уточек Это совсем неплохая примета Дождичек полей, лит-талит-талей Уточек моих пожалей Дождичек полей, лит-талит-талей Уточек моих пожалей И уточки снова плескались и пели Совсем как на прошлой неделе Все связано в мире одною дождинкой От уток до лапки со свинкой В следующей третьей части видео о будке муларде Мы вам покажем финансовый результат данной партии Сколько заработали, сколько весила полностью вся партия Сколько она съела Выводы наши и умозаключения по поводу содержания этой птицы На этом все, дорогие друзья Благодарим вас за внимание И спасибо большое тем, кто ставит нам лайки И делает репосты наших видео Пишите комментарии, мы всегда вам рады Здоровья вам и вашей птице